Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте ePN.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссий в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив! Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Сегодня у нас на распаковке ноутбук из Китая. Гроза, китайская убийца макбука. В общем, джампер EZBook 3 Pro. Красивый ноутбук за 250 долларов из сайта GearBest. Плюс, друзья, быстрая доставочка. То есть за 250 долларов у нас и ноутбук, и быстрая доставка. Чтобы вы понимали, на сайте GearBest данное чудо стоит 250 долларов. На сайте AliExpress 300 баксов, это не учитывая доставку. Так что на сайте GearBest очень хорошая стоимость. Ну ладно, зачем я заказал данное чудо? Кто меня очень давно смотрит, тот знает, что я уже заказывал китайский ноутбук. Ой, блин, PIPA W9S. Полнейшая фигня. Кому интересно, можете перейти и посмотреть на канале. Такое чудо есть. Пользовалась моя девушка год, наверное, данным чудом. И в итоге мы решили все-таки его продать и купить что-то лучшее. Что-то маленькое, компактное, легкое, с металлическим корпусом. Чтобы все работало быстро и нормально. Потому что тот ноутбук, это тот еще геморрой. Ладно, данное чудо я заказывал для своей девушки. Ну что, давайте открывать. Хватит болтать. Чем же интересен данный ноутбучище? У нас здесь целых 6 гигабайт оперативной памяти. Представляете? Да, это очень дофига для данного чуда. Ну и где ты вообще открываешься? Итак, процессор у нас Apollo Lake 3450. Плюс, друзья, чем мне понравился данный ноутбук? Тем, что у него есть слот для SSD формата M.2. Это очень хорошо. То есть у нас здесь всего-нависимо 64 гигабайта встроенной памяти и 6 гигабайт оперативной памяти. Но при желании мы покупаем SSD. Все устанавливаем и все будет работать очень хорошо. Так, запаковали, конечно, хорошо. Все на клей посадили. Молодцы, конечно. Gearbest. Так, вот так все откроем. Так, есть. Дисплей у нас 13,3 дюйма. Full HD. Это очень хорошо. Надеюсь, IPS. Так, это у нас макулатурка. Так, что у нас здесь внутри? У нас здесь уплотнитель. Есть еще одна корабулька. Хорошо, давайте уплотнитель в стороночку. Также у нас батарея, по-моему, на 10 тысяч миллиампер. Сейчас, китайцы, вы что, сдурели? Переходник от китайцев. Спасибо. Пригодится. Куча уплотнителя. И вот корабулька самого ноутбука. Да. Есть. Хорошо. Джампер. Вот он, джампер. Все как положено. Изи Бук 3 Про. Все хорошо. Это самая доступная и, как по мне, самая нормальная версия в джампере. Потому что есть еще там всякие изи буги. Фигня полнейшая. Стоимость большая, а разница минимальная. За 250 долларов это одно из самых оптимальных решений на данный момент. Так, открывайся. Чудище ты. Он должен быть полностью из алюминия. Так. Сейчас посмотрим, так это или нет. И как ты вообще достаешься. У нас еще одна корабулька. Корабулька, еще корабулька. Так. Первое мы достали. У нас здесь, скорее всего, зарядка. Давайте посмотрим. Большая китайская такая бандурина. 12 вольт, 3 ампера. Хорошо. Переходник. И получаем. Тадам. Вот такая вот штукенция. Стандартный, обычный. И зарядка для китайского ноутбука. Они плюс-минус все одинаковые. Все. Больше нет ничего в сторонку. Так. Изи-бук. Изи-изи. Давай достанем тебя и посмотрим, какой он тонкий, маленький. И все. Больше внутри нет ничего. Пустота. Ладно. У нас есть поролон какой-то. Его в сторонку. Так. У нас есть китайская инструкция. Это нам, наверное, пригодится. А может быть и нет. На китайском и на английском. Интересно. У нас здесь винда нормальная, мультиязычная или все-таки урезанная китайская. Не знаю. Посмотрим хорошо. Так же. В сторонку все. Изи-изи-бук. Пенопласт. Точнее этот поролон. Блин. Какой он маленький, компактный. Вау. Сразу такая прохлада пошла, друзья. Сцените, да? Очень тонкий ноутбук. Маленький. 13 и 3 дюйма. Он алюминиевый. Написано джампер. И у нас сразу, друзья, есть пленочка защитная. Да. Снизу вот защитная пленочка. И сверху есть защитная пленка. Хорошо. Что мы видим? У нас есть HDMI, USB 3.0. И, скорее всего, это у нас зарядка. Хорошо. Есть микрофон также. Дальше у нас еще один разъем USB 3.0. Микро-SD разъем. Да. Есть для микро-SD. И для наушников. Хорошо. Снизу вот он, наш любимый слот для SSD формата M.2. По-моему, 42 мм. Да, сюда подходит. Нужно смотреть точно, друзья. Хорошо. У нас стереозвучание должно быть. Но, блин, он такой маленький. Офигеть. Я думал, он будет побольше. Он тонкий. Вот это я понимаю. Ноутбук. Так, хорошо. Блин, ты такой компактный. Откроем. И что у нас здесь? Здесь у нас какая-то юзер-фигня регистрирована. Ну, в общем, ненужная фигня. Защита для дисплея. И вот он красавчик, друзья. Зацените. Действительно офигенно выглядит данное чудо. Так, у нас есть какая-то резинка здесь непонятная, которую, наверное, нужно убрать. К сожалению, у нас нет русской раскладки. Но я заказал наклейки. Ну, а что, друзья, что делать? Такой есть тачпадик. Приятный пластиковый тачпад. Дисплей у нас как бы есть. У нас камера. Главное, что он у нас алюминиевый. Сборка неплохая. Конечно, тест на MacBook, как все любят делать, он явно не пройдет. Ну, да. Мы с вами... Ох, как все скрипит. Это были ножки. Да, такое у нас дело. А ну, давайте включим и посмотрим. Конечно, у нас не будет сейчас полноценного обзора. Это просто распаковка. И первое впечатление. Если честно, вау! Вид офигенный, шикарный. Сняты эти фаски. Все так блестит красиво. Офигенно он. Тонкий, алюминиевый. Шикарный. Если честно, он легкий. Спокойно можно держать в одной руке. Так, дисплей не болтается. Ну, немножко есть. Но все-таки ход хороший. Вот, максимально, да? Неплохо, друзья. Как по мне, очень красивый, солидный ноутбук. Если вам просто нужна печатная машинка для текста, для серфинга в интернете, то это одно из самых интересных решений, по моему мнению. Потому что пока что за 250 долларов купить ноутбук, да, вы купите, но это будет такой большой толстый гроб из пластика. А здесь у нас алюминиевый корпус, хороший дисплей Full HD. Все очень даже неплохо. Так, давай, запускайся. В принципе, долго ждать не пришлось. У нас сразу на выбор есть языки. Да, друзья, можно выбрать русский язык. Это радует, это радует. Тачпад, ну, пользоваться можно. Я думал, будет все намного хуже. Добро пожаловать. Все настраивается, друзья. Так что не все так уж и плохо. Есть русский язык. Хорошо, давайте посмотрим область. А ну, давайте. Украина есть у нас здесь. Должна быть. Есть. Хорошо, есть и Россия, и Украина. Очень много стран. То есть нормальная, хорошая мультиязычная прошивка. Прошивка, вот это я сказал. Мультиязычная у нас. Винда здесь установлена. Пропускаем. Тупо у нас настройка идет первичная. То есть его никто еще не включал. Принимаем все условия. Все запускается. Хорошо. Ну что, друзья, немножко поигрался я и с данным зверьком. Что могу сказать? В принципе, очень даже все хорошо. Да, видео в 4К можно смотреть на YouTube, но он будет немножко подвисать. 2К спокойно работает, без проблем. То есть кушает очень хорошо. Да, есть такие небольшие, ну как это даже не подвисание, просто анимация. А так можно, в принципе, 2К спокойно смотреть. Да, это не супер мегаигровое решение, но для вебсерфинга, для просмотра фильмов будет все очень хорошо. Хорошо. Дисплей, конечно, у нас здесь IPS и матрица, да, не такая, как у смартфонов, понятное дело, но очень хорошая. Углы обзора идеальные для данного решения. В любом случае, за 250 долларов нет ни одного ноутбука нормального, полноценного с IPS дисплеем. А здесь у нас IPS матрица, матовое покрытие и все очень хорошо. Углы обзора шикарные для такого решения. В принципе, мне дисплей понравился, хороший. Да, хотелось бы чуть-чуть больше максимальной яркости, а это у нас максимальная яркость. Но, блин, за 250 долларов, это, честно, грех жаловаться, если честно. Звучание. Да, у нас здесь стерео, 2 динамика, но реально не очень громко. Давайте послушаем. Скажем так, да, оно не отвратительное, в любом случае лучше, чем в PIPO W9S, который был у нас. Здесь все нормально, да, не супер громкий, но для просмотра видосиков, там, фильм посмотреть, да, сойдет. Но, в любом случае, мне кажется, лучше купить наушники хорошие или портативную акустику, и все будет нормально. Так и сойдет. В принципе, засведение сойдет. Ну что, друзья, сегодня у нас на распаковке, на первом впечатлении был супер-макбук от китайцев, Jumper EasyBook 3 Pro, у которого 6 гигабайт оперативной памяти, да еще и SSD-шку можно поставить внутрь. В принципе, что могу сказать, хорошая печатная машинка, маленькая, тонкая, сборка идеальная, алюминиевая, за 250 долларов, то, что надо. У нас будет полноценный опыт использования данного зверька, потому что, да, это просто первое впечатление. И рассказать все минусы и плюсы, понятное дело, не получится. Но вот спустя месяц или полтора, да, друзья, сделаем полноценный обзор и ответим на самый главный вопрос. Стоит ли вообще покупать китайские типа ноутбуки, ультрабуки, супер, это чудо? Или нет? За 250, за 300 долларов? Да. Xiaomi я вообще не беру, потому что это Xiaomi, там полноценный процессор, там нормальный как бы ноутбук. А вот такие вот на мобильных процессорах за 200, 250, за 300 долларов, есть вообще смысл покупать? Или лучше купить обычный там Asus, Lenovo за те же 200-300 баксов и вообще не париться? Ссылку на данное чудо я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Советую покупать данное чудо на сайте GearBest, потому что на Али за 300 баксов как-то вообще не в кайф. За 250 на GearBest и то, что надо, друзья. Ссылка будет в описании, также пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN и экономьте на своих покупках, ссылка также в описании. Ну а с вами был Димон, канал Всю Китай, всем удачи, всем пока!